Здравствуйте! Эфир телеканала ННТ продолжит новости в студии Джамиля Шарипова и коротко о главных темах в этом выпуске. За тысячи литров перевалила находка. В Дзербинте выявили подпольный коньячный завод. Роспотребнадзор стал активнее о профилактике и преимуществах вакцинации от гриппа, обещают светодиодные экраны столицы. Более полутора миллиардов рублей на компенсацию за капремонт. В Дагестане пенсионеры смогут вернуть часть уплаченных взносов за реставрацию дома. Как это работает, смотрите в выпуске. В преддверии сезонного подъема заболеваний гриппа и ОРВИ Роспотребнадзор активизировал свою работу. На улицах города светодиодные видеоэкраны регулярно транслируют ролики, которые информируют дагестанцев и гостей столицы о мерах и преимуществах профилактики вирусного заболевания. Также призывают к вакцинации от гриппа. Оптимальным временем проведения прививок является период с сентября по ноябрь. Важно, чтобы иммунитет после проведенной прививки от гриппа успел сформироваться до начала эпидемиологического подъема заболеваемости. Депутаты Махачкалы намерены взять цены в маршрутках под контроль. Тему внедрения новых тарифов на перевозку в общественном транспорте обсудили депутаты городского собрания Махачкалы. Предлагалось поменять тариф с нерегулируемого на регулируемый. Это нововведение позволит столичной администрации определять цену маршрутных такси города, недавнее повышение которой спровоцировало недовольство махачкалинцев. Именно обращение к горожан, недовольных решением апелляционной коллегии ФАС России, и стало поводом для обсуждения этой темы депутатами. Напомним, что этим решением повышение цены в махачкалинских маршрутках было признано законным и обоснованным. По мнению депутатов, регулируемый тариф позволит защитить интересы малообеспеченных жителей города и увеличить поступление в городской бюджет. Подпольный коньячный завод выявили в Дзербенце дагестанские силовики совместно с сотрудниками управления Росалкогольрегулирования по СКФО. Расположенный на улице Приморской, завод производил коньячную продукцию без лицензии, сообщает МК Дагестана. Всего на территории завода было изъято 162 тысячи литров готового коньяка и 957 тысяч литров виноматериалов. Правоохранительные органы устанавливают круг лиц, причастных к организации незаконного производства и продаже алкогольной продукции. Изъятый коньяк передан на хранение в АО «Росспиртпром» до решения суда, который и определит его дальнейшую судьбу. В Дагестане пенсионеры получат компенсации за капремонт. Получателями компенсации на уплату взноса на капремонт являются 980 жителей. Это граждане 70-80 лет. Как сообщают в региональном министерстве труда и социального развития, объем средств на 2019 год предусмотрен в размере 1,6 миллионов рублей. Нужно отметить, что компенсация предоставляется только одинокопроживающим, не работающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет. Это 50% от размера нормативной площади и 80 лет – 100%. В Дагестане этот норматив составляет 33 квадратных метра жилой площади. Сама льгота имеет компенсационный и заявительный характер. То есть, собственник должен ежемесячно вносить взнос на капремонт в органы соцзащиты населения либо через филиалы МФЦА. Таланты Росгвардии и МВД. В Махачкале прошел концерт победителей конкурса «Солдаты антитеррора» и «Щит и Лира». С художественными номерами приехали артисты, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и ветераны боевых действий. Побывала на мероприятии и наша съемочная группа. Эти ребята нарушают все стереотипы о военнослужащих. В руках у них не оружие, а микрофон и музыкальный инструмент. Для военнослужащих и сотрудников Росгвардии выступили вокальные и танцевальные коллективы двух силовых ведомств, а также известные деятели искусств. Всего в концерте приняли участие около 80 человек. Здесь собрались представители абсолютно всех военных округов, а это практически вся необъятная Россия. Любой фестиваль – это воссоединение интересов, вкусов, такого большого количества людей, разных национальностей, разных культур. Это всегда хорошо, это всегда положительно влияет на то, что происходит вообще. Вот, допустим, сегодня сидят там, я вот не знаю, наверное, очень много разных людей. Мы приехали с посылом добра мира. Один из приглашенных – Александр Яковлев, фонсалист рок-группы «Взвод». На сцене они выступают уже более 15 лет. Только патриотическое воспитание, поднятие боевого духа личного состава Росгвардии, ну и само собой, у нас сейчас получается акция совместная с МВД для поднятия боевого духа личного состава наших силовых структур. Около 15 лет фестиваль доказывает, что в силовых структурах России служат талантливые люди, которые помимо исполнения прямых служебных обязанностей, неплохо выступают и с творческими номерами. В войсках Росгвардии уделяется большое внимание развитию культуры. Кроме того, такие мероприятия дают им заряд бодрости и энергии для качественного выполнения служебно-боевых задач. Такие мероприятия нужно проводить для сотрудников, для военнослужащих, для силовых структур, развивать творчество среди личного состава, чтобы занимались художественной самодеятельностью, так как оно морально укрепляет личный состав, дает им духовную пищу, снимает стрессы. Концерт столицы нашей республики – лишь часть творческого турне музыкантов. Они уже выступили на нескольких площадках в Грозном и Найчике. Теперь их с нетерпением ждут зрители и в других регионах. Зумруд Гамидова, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. «Звучи мой пандур» – фестиваль под таким названием накануне прошел в Унсукольском районе. Это традиционное мероприятие, которое проходит уже в 15-й раз и посвящено памяти поэта Махмуда Искаха Бруссо. Участники исполняют песни под аккомпанемент «Пандура». В рамках фестиваля также прошел еще один показ – «Вечер аварской песни». В фестивале приняли участие самобытные артисты центров традиционной культуры народа в России, помимо Унсукольского, Гунипского, Цунтинского, Ботлихского и других районов. Проведение такого праздника, по словам организаторов, способствует патриотическому воспитанию молодежи, укреплению интереса к народному творчеству и игре на традиционных музыкальных инструментах. Всем участникам фестиваля были вручены дипломы и сувениры. Праздник продолжался до самого вечера. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова